В Сургутском районе с начала года возвели 60 тысяч квадратных метров жилья. Новые дома появились в Белом Яре, Ленторе и Угуте. Застройщики планируют сдать жилые объекты в Высоком Мысу и начать строительство двух домов в Федоровском. В районе также появляются и новые спортивные, образовательные и культурные объекты. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Самая масштабная стройка в поселке Белый Яр, микрорайон Гидрономы, в пример комплексного развития территории. Здесь уже возвели 5 многоквартирных домов. Параллельно рядом строят школу на 1100 мест. Появится и детский сад. Будет и 7 коммерческих объектов. Микрорайон динамично растет и развивается. Всего 11 многоквартирных домов. В настоящее время построены уже полностью готовы и заселены 5. Стадии строительства 4. Ну вот осталось еще 2. То есть на ближайшие 3 года, скажем так, по 50 тысяч квадратных метров мы планируем там водить. Мы же ведь строим не только на Белом Юру. Есть объекты жилищного строительства и Солнечный, и Лентор, и Барсово. И на Федоровку застройщик зашел и в Русскинской, и на Высоком Исус. Там планируется создать более 200 земельных участков. В Федоровском на 15 гектарах могут появиться высотки в 9 и более этажей. Новое жилье построят в Лямино и Сытомино. В Сургутском районе остаются еще 470 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это будущие места для комплексной застройки. Особое внимание в районе уделяют и развитию спорта. До конца 25-го года планируют открыть 11 объектов. В Ленторе появится большой спортивный зал и центр единоборств. По муниципальной концессии заключили договоры на строительство объектов спорта. Это Лямино, спортивный зал и хоккейный корт, Русскинская, спортивный зал и корт и Угут. Для муниципалитета это очень хороший механизм. Почему? Ну, во-первых, рассрочка платежа. То есть по школе с Артым Солнечной мы расплачивались 5 лет, по Белому Яру 12 лет. 12 лет рассрочка платежа. То есть нам это позволяет планировать бюджет и параллельно строить другие объекты. И за те же самые деньги мы получаем просто больше, растягивая там во времени платеж. В муниципалитете социальные объекты строят активно, применяя концессионный механизм. В рамках концессии уже построили школы в поселках Нижнесартымский и Солнечный. Такая практика позволяет строить сразу намного больше объектов. И есть уверенность в том, что спортивные комплексы, школы и культурные центры будут качественными. Ведь проектирует, строит и вкладывает деньги сам концессионер. Елена Коткова, Рашид Латыпов, Весть Югория, Сургутский район.